Добрый вечер мои друзья и мои подписчики сегодня утром встретился со своими друзьями и они вдруг задали мне такой вопрос что же у тебя происходит на твоем огороде и как говорят хотели бы провести экскурсию ну заблаговременно чтобы перед тем как они придут посмотреть у меня есть друзья которые живут далеко за пределами моей страны здесь и поэтому и может быть им тоже будет интересно посмотреть что происходит здесь на моем жордане на моем огороде поэтому я вам вам показываю вот это сирень вот это мой лучок который растет уже который второй раз почему потому что у меня вот это вот как как мини теплица сделано а вот это уже сделано для вот для вития только вот только вот сегодня закончил это и здесь будет еще две параллельных и таких линий если у меня будет готова теплица под огурцы чтобы я мог их подвязывать чтобы я их мог это все что угодно главное чтобы грядка была готова это вот редиска это редиска растет которая жена посадила уже в общем жена занималась и луками и этими это вот моя клубничка уже который ну килограмм 10 наверно уже точно собрали еще что-то есть еще где-то что-то появляется еще что-то это самое но уже так думаю что или и дети и внуки и уже поели хорошо вот дальше у меня идем это мои помидорки вот уже начинают цвести многие многие уже начинают цвести это помидоры это вторая волна вот это вот первая волна помидор который я посадил не посмотрите какие стволы какие прямо аж они же мне радует я когда вот он к ним прихожу я каждый раз так вот трогаю и говорю лапочки в моей детишки вот и поэтому у меня это это вот первые которые я поставил самыми первыми вот они уже цвести все начинает уже вот там ну практически начинается может быть не надо было и раньше снять этот репортаж ну я подумал там что мне захотелось сделать это самое потому что в этом году у меня во первых новые эти вот новые глядки они были из дерева у меня три с половиной года они все прогнили все прогнили я забоялся что если так не дай бог что-то случится и упадет все и урожай погибнет я взял в этом году сделан из блоков сделал такие дети самые на следующий год сделаю там и здесь вот дальше там и все и тогда у меня будет вечные глядки и не о чем больше я думать не буду а вот мои вообще любимцы это мои огурцы это вот первый ряд это первый эшелон это 2 вот они у меня смотрите как они у меня идут просто прелесть просто перед не болеет еще сегодня главная их поспали вон уже скоро скоро уже огурчики будет уже скоро можно будет сорвать и внуки уже будет пользоваться первыми огурчиками вы посмотрите сколько их на этих самых вон три четыре пять на каждом кусточки по 4 по 5 это на каждом пазухе а это новые это вот новые огурцы которые я поставил недели две наверно же и он уже тоже поперли поперли начали догонять тех стыдно им перед первые партии и они стали у меня это посмотрите как все растет просто просто чудово эту сетку я купил в этом в алиэкспрессе ну чё то не знаю если так посмотреть вон там сетка есть которая вот вот я сделал это я сделал своими руками а то что я купил мы не знаем мы пусть побудет ну года два послужит ну и ладно дай бог и вот это вот огурчики помидорчики вот здесь что-то еще можно ну не можно а вы посадим эту редиску вот здесь все пустое место займем редиской почему потому что это самое ну зачем пустовать если есть земля он видите как там лучок растет тоже в промежутках между этими помидорами это для того чтобы просто понемножку понемножку занята это вот у меня капельницы капельный полив который мне надо будет еще сейчас рано я хочу прокинуть на все три грядки меня капельный полив он уже готова у меня несколько лет работает просто его нужно провести все но я еще пока этим не заниматься вот она посадила укроп петрушка там будет и вот еще укроп а вот это уже я посадил посмотрите какие кабачки уже я их вторую неделю начал как есть вот каждая играется грубо говоря каждые два-три дня каждые два дня я снимаю по три по четыре кабачка чтобы это у меня это бак предназначен для этого для того чтобы я убить играю и положил я хочу это залить и сделать бетон такой что можно было босиком ходить вот видите какие-то я разные посадил специально сорта чтобы они были он смотрите сколько сколько их там прям растут как грибы и здесь тоже самое все так что кабачков в этом году тоже самое будет это вот тоже помидоры из первой серии здесь посадил это я закрыл из-за того что дожди был и были наверно не 7 и через это я уже забоялся стал бояться что все пропадет и взял закрыл на всякий случай ну думаю теперь жара пришла теперь уже это и вот а это не знаю почему-то не знаю ну помидоры выращивай все вращаю а вот перец не могу вот он какой-то это этот который я выращивал но так медленно как-то растет что мне даже это как-то не интересно все он уже помидорки как цветут красавцы скоро скоро какие стволы все их устраивает все их пока устраивает вот это уже я это сделал вернее что вот это вот моя это это у меня для третьего поколения огурцов я подготовил 10 ведер я буду них семечками сажать у них уже капельный полив пределом youtube это великая сила это просто не не знаю я часами сижу в этом ютюбе смотрю как люди делают один от капельный полив вот другой капельный полив вот третий капельный полив там 4 там 5 везде у меня все разные все использую так как они показывают как стоит просто эффективно и хорошо и это просто со шлангом прошел везде по заливал а вот это мои 33 богатыря а я у них этот батька черномор как только жара нападет пока еще не было они уже готовы к бою и сразу они мне это самое помогут справиться и с рой что это вот тоже видите это еще один капельный полив прямо из 5 литровой бутылки это капает она в каждую 4 помидора это я это мои эти самые саженцы это я сам их вырастил из семян вот но это новая клубника не знаю пойдет нет я сушил взял срезал кинул туда вот таком плане все вот это вот это это новая клубника этого года тоже вон уже это самое ну как сказать вон усы появляются а первый урожай уже уже он уже кстати собирает на первый урожай уже дала и собирают вон там я сделал себе это музыку электричество все для того чтобы это самое мне не скучно было когда один одному всегда скучно поэтому там дальше вот я посадил это недавно тоже кстати недели наверно три назад купил крыжовник вот такой будет он красавец и смородина красная ну-ка вот ну повернись лицом к людям вот так вот вот такой будет это самый к этот смородина там я не знаю что растет там ничего не должно растет наверно из каких-то как давно скорее всего что попалась картошка которая жена выкинула когда-то и она расти начала эти уже все где маленькие оказались под клубнику и я чувствую что они на следующий год уже нет поэтому я их убираю а хочу поставить вот такие вот вот это по сравнению с ними за во первых наверно три раза больше земли будет и у меня если будет 10 штук стоять именно для того чтобы это клубнику буду выращивать из усов тех которые уже есть вот собственно говоря еще ну домик видите я так и не начал делать еще в этом году может быть на следующий год бог даст и я подниму второй этаж это все будет нормально так все это самое все по старому все кто был у меня видел ну что я хочу сказать буду на этом заканчивать свой репортаж туда дальше потом когда уже говорится будет это самое уже плоды пойдут уже все такое хотя вот посмотрите вот виде сколько их здесь сколько помидорчиков это маленькие сережи такие маленькие маленькие помидорчики здесь пол полно полно но уже начинает это значит полить на они начинают листья сворачивать значит их обязательно сейчас полить но я их сейчас полю еще гуматом к калия чтобы и подкормить и в то же время и полить поверху вот этим вот он какой хрен растет взял несколько кустов у своих друзей и посмотрите что вымахало целая это плеяда вот там у меня немножко бардак баки стоят там мой в этот самый по это самый это маленькая шашлычнице где делаю себе в этот как его уголь для того чтобы кидать на этой залуешь для того чтобы использовать на огороде а это тоже вот помидорчики и огурчик а вот это капуста это мой первый эксперимент первый в этом году в прошлом году я посадил три ведра 3 все съели жда просто до маленького кустика все съели а в этом году я на ночь прячем 15 местах каждый день в разных местах и эти твари которые их едят слизни эти они не могут найти где я прячу это самое все а я их как разведчик это в разные места ставлю